Всем привет, мои дорогие зрители! Я очень рада видеть вас на своем канале. В этом видео мне бы хотелось продолжить свой рассказ о том, что, по моему мнению, может удивить русского человека в Израиле. Если вы не видели еще первую часть этого видео, то обязательно посмотрите, ссылка будет в описании. Но перед тем, как я начну свой рассказ, мне бы хотелось поблагодарить всех моих зрителей, всех тех, кто оставляет комментарии под моими видео. Вы делитесь своим опытом, вы рассказываете о том, что вас удивляло и до сих пор удивляют в Израиле. И некоторые факты, о которых я вам сегодня расскажу, пришли мне в голову именно благодаря вашим комментариям. И, конечно же, как всегда, мне бы хотелось заострить ваше внимание на том, что все, о чем я буду сегодня говорить, это исключительно мое сугубо субъективное мнение. И я ни в коем случае не претендую на истину в последней инстанции. Ваше мнение может категорически не совпадать со всем, о чем я вам сегодня расскажу. Итак, давайте начнем. Первое, о чем я вам хотела сегодня рассказать, это то, что в Израиле не принято разоваться дома. Если вы придете в гости в любой израильский дом, к любой израильской семье, пусть будут это даже русские израильтяне, и начнете разоваться, на вас как минимум посмотрят очень удивленными глазами. Редко кто в Израиле разувается дома. Некоторые израильтяне могут совершенно спокойно залезть в уличные обуви в кровать или на диваны. Это не будет чем-то таким неприличным или вызывающим. В Израиле практически круглогодично на улицах достаточно чисто, и максимум, что вы можете принести на свои обуви в дом, это пыль. Когда я сюда переехала, я очень быстро переняла эту привычку, мне кажется, это намного удобнее, и заморачиваться не надо. На самом деле у меня есть домашняя обувь, это обычно вьетнамки, но в этой домашней обуви я хожу и с собакой гулять, могу пойти в этой обуви в магазин какой-то ближайший, могу пойти в этой обуви на почту, в банк. Если, конечно же, я еду куда-то, например, в гости или погулять или на какое-то мероприятие, естественно, я одеваю какую-то более подходящую для этого случая обувь. Но для каких-то бытовых таких дел я вообще не вижу смысла переобуваться. Следующая вещь, которая может удивить русского человека в Израиле, это, так скажем, сидение на полу в общественных местах или сидение на тротуарах на улице. Если, например, в банке или на почте не будет свободных мест, то израильтянин вообще никого не стесняясь просто сядет на пол, причем даже ничего не подстелив под попу. Везде на улице можно встретить израильтян, которые сидят на траве или на тротуарах, на бордюрах. Когда я сюда переехала, поначалу для меня это было тоже очень непривычно, очень удивительно, но сейчас я настолько к этому привыкла. И сейчас я уже сама не задумываясь могу сесть и на тротуар, и на ступеньки, и вообще никаких проблем в этом не вижу. Если мне лень стоять, я просто сяду. В Израиле люди себя чувствуют очень свободно и делают все, что они хотят, потому что знают, что никто о них плохо не подумает и у виска не покрутит. К тому же, как я уже сказала, на улицах в Израиле достаточно чисто, и даже посидев на тротуаре, ваша попа останется более или менее чистой. Пункт номер три. Города Израиля, как и весь Израиль, очень контрастны. И контрастны они во всех аспектах. Начиная от людей, принадлежащих разным культурам и религиям, которые могут жить и живут на одной улице, и могут жить даже в одном доме, и заканчивая контрастирующими друг с другом зданиями. Повсеместно в городах Израиля, особенно это хорошо заметно в Тель-Авиве, можно увидеть красивые новые высоченные хай-тековские здания, и рядом стоят полуразрушенные здания, все разрисованные граффити. Или, например, в пяти метрах от какого-нибудь красивого нового торгового центра или ресторана может находиться большая вонючая помойка с кошаками. В общем, Израиль это страна контрастов, и это на самом деле надо просто увидеть. Четвертая вещь, которая может удивить русского человека в Израиле, это то, что в Израиле вас вряд ли повезут на автомобиле, если вы не пристегнетесь. В Израиле все пассажиры автомобиля должны быть пристегнуты, даже на заднем сидении. Здесь не прокатит, здесь ни с кем нельзя договориться, и здесь вас остановят и оштрафуют. Причем штрафуют не только водители, но, насколько я знаю, и пассажира, который не пристегнулся. Так что, если вы садитесь в машину, пусть это будет такси или частный автомобиль, обязательно сразу пристегивайтесь, даже если вы садитесь на заднее сидение. Если вы этого не сделали, то, скорее всего, водитель вас попросит это сделать. Я не думаю, что в Израиле вы встретите какого-то такого водителя, который будет вам задавать глупые вопросы по типу «Ты что, мне не доверяешь? Зачем ты пристегиваешься? Ты мне не доверяешь как водителю?» Пятое. Если в общественном месте или на улице вы увидели человека в пижаме и в домашних тапках, не думайте, он не сбежал из психушки. Израильтяне настолько свободные и незакомплексованные люди, что они могут выйти на улицу практически в любом виде, в любой одежде. Главное, чтобы они были одеты. Они могут выйти и в пижаме с пятном кетчупа, и в домашних тапках, и в старых трениках с оттянутыми коленками. Вставлю вам фото моего мужа, который отлично характеризует незакомплексованность и пофигизм израильтян к своему внешнему виду. В тот день, когда фото было сделано, мы ездили в гости, и мой муж ездил в гости именно в таком виде. То есть это были меховые домашние тапки, старые треники с оттянутыми коленками и автомат сзади. Наверное, стоит объяснить, почему мой муж был с автоматом на фотографии. Дело в том, что в тот момент он был в Милуиме, это резервистская служба, и он был на выходных. А когда солдат уходит на выходные, он обязан брать с собой автомат везде и всюду. И никто не смотрел на него как на шизика с автоматом, никто не думал, что он сбежал с психушки, отобрал у какого-то солдата автомат. Для израильтян это абсолютно нормальное дело, это абсолютно обыденность, и никто на него даже внимания не обращал. Следующий пункт, который может удивить русского человека в Израиле, это то, что в Израиле девушки служат в армии. Причем это не добровольная служба, это обязанность как гражданки Израиля. Освобождением для девушки от службы в армии может быть, насколько я знаю, замужество, дети. И также религиозные девушки могут быть либо освобождены от службы в армии, либо могут проходить альтернативную службу, например, в больницах, либо в каких-то образовательных учреждениях. Но все же большинство израильтянок служат в армии, причем многие служат наравне с мужчинами, например, в альтериорийских войсках, в пограничных войсках, даже в некоторых пехотных войсках. Следующая вещь, которая может удивить русского человека в Израиле, это то, что в Израиле редко где можно встретить бомжа или попрошайку. Вот честно, за все мои три года жизни в Израиле я встречала бомжей, таких бомжей-бомжей, со всей атрибутикой, плохопахнущих всего лишь пару раз. Видела я их в Южном Тель-Авиве на центральной автобусной станции. И все, больше я не могу припомнить, чтобы я где-то видела бомжей. Попрошайка, да, можно встретить немножечко чаще, чем бомжей. Например, в Нетане, в районе Полек на светофоре стоит мужик и клянчит деньги у водителей автомобилей, которые стоят на светофоре. Еще, может быть, несколько раз видела людей на улицах, просящих деньги. Но это встречается крайне-крайне редко, особенно по сравнению с Россией. Государство Израиля очень хорошо помогает малоимущим и нуждающимся людям. Конечно же, на деньги от государства не пошукуешь, но нормально жить вполне можно. Поэтому просящие на улицах люди – это редкость, а бомжи, ну не знаю, по мне, стать бомжом в Израиле – это надо еще потрудиться. Если в России можно стать бомжом из-за обстоятельств, например, если у человека отобрали квартиру какими-то незаконными путями, или отобрали паспорт, или еще что-то, в общем, причин может быть очень много, то в Израиле, вот честно сказать, мне кажется, что стать бомжом в Израиле – это выбор каждого конкретного человека. И из-за обстоятельств бомжом в Израиле стать, мне кажется, невозможно. Но, опять же, я могу ошибаться. Следующая вещь, которая может удивить русского человека в Израиле – это то, что в Израиле молодежь взрослеет намного позже, чем в России. Расскажу на своем примере, на примере моего окружения, к чему я привыкла, что я видела, когда росла, и как было в моей жизни, когда я жила в России. Итак, в России, заканчивая школу, сразу идешь учиться либо в университет, либо в колледж, либо в институт. Заканчиваешь университет или колледж, сразу идешь работать, торопишься делать карьеру, торопишься жить. Если к 30 годам ты еще ничего не достиг, то ты уже неудачник, тебе уже поздно что-то делать, поздно чего-то достигать. Конечно же, я в какой-то степени утрирую, я не говорю про всех, но я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. В Израиле же как происходит? Конечно же, у всех по-разному бывает, но я вам расскажу один вариант развития событий. Итак, после школы молодая девушка или молодой человек идут служить в армию в возрасте 18 лет. Служат там 2 или 3 года. После армии они не спешат сразу идти учиться, они идут работать на какую-нибудь неквалифицированную работу. Например, на заправке работают, либо продавцовом магазине. Работают там какое-то определенное время, например, 3 месяца, полгода или год. И работают там, чтобы накопить какую-то определенную сумму денег. Когда эта определенная сумма денег накоплена, они не идут учиться, они едут отдыхать. Причем они едут отдыхать не на 2 недели, не на 3 недели, как мы с вами все привыкли. Они едут отдыхать на полгода, на год. Едут обычно в страны третьего мира, например, какие-то южноамериканские страны, либо в Индию. Путешествуют по этим странам, живут в этих странах, перебиваются, может быть, какими-то работами, чтобы подзаработать денег. И только после того, как они возвращаются в Израиль, они идут учиться, если, конечно же, у них есть возможность учиться, есть финансовая возможность учиться, потому что образование в Израиле достаточно дорогое. Когда израильтянин заканчивает колледж, ему уже 27, 28, 29 лет. И только в этом возрасте израильтянин идет работать по профессии, начинает строить свою карьеру, начинает какую-то взрослую жизнь. То есть, если в 27-30 лет в России человек должен быть уже на пути к своей карьере, уже должен пройти как минимум полпути, то в Израиле только начинают карьеру в этом возрасте. То есть, если 27-29 лет в России это уже взрослый человек, то в Израиле 27 лет это еще молодежь. Я лишь вам рассказала только один вариант развития событий, как по поводу Израиля, так и по поводу России. Естественно, все люди разные, все люди в разном возрасте взрослеют. И в России могут взрослеть к 40 годам, еще быть детьми-детьми. И в Израиле многие люди взрослеют намного раньше. Но если посмотреть со стороны, проанализировать со стороны, то тенденция взросления будет выглядеть именно так, по крайней мере, по моим наблюдениям. Девятая вещь, которая может удивить русского человека в Израиле, это то, что в Израиле практически все знают английский. Кто-то знает средненько английский, кто-то идеально говорит на английском, но подавляющее большинство израильтян знают как минимум разговорный английский. Не говорят на английском, может быть, только пожилые люди, либо выходцы из бывшего Советского Союза, которые переехали сюда уже в зрелом возрасте. Это связано с тем, что ребенка с самого раннего возраста везде окружает английский. Например, зарубежные англоязычные фильмы в Израиле идут без дублированного перевода. Они идут с оригинальной озвучкой и субтитрами на иврите. Да что тут говорить, иногда даже реклама в Израиле идет на английском. Так что среднестатистический израильтянин знает как минимум три языка. Это, естественно, иврит, английский и язык страны-исходы или язык страны-исходы его родителей. И последний пункт, который я вам хотела сегодня рассказать, мне его подсказала одна из моих любимых подписчиц. Ксюша, привет! Она мне рассказала, что когда она сюда приехала, ее очень удивило обилие разных скидок и акций, и то, что здесь все продается в больших упаковках. И когда она мне это написала, я поймала себя на мысль, что да, действительно, когда я сюда приехала, меня это тоже очень удивило, для меня это было необычно. Итак, если вы пойдете в какой-нибудь магазин, супермаркет, да даже просто вы пойдете на рынок, вы везде и всюду, практически на каждом товаре увидите какую-нибудь акцию или скидку, или какое-нибудь суперпредложение, например, возьми три, получи пять, или купи десять штук по суперспеццене и так далее. И также в Израиле некоторые вещи, например, некоторые бытовая химия, какие-то шампуни и даже некоторые продукты продаются только в больших упаковках. Например, я не припомню, чтобы я здесь видела в продаже упаковки стирального порошка по 450 грамм. Знаете, такие картонные упаковки стирального порошка, к которым мы очень привыкли в России, здесь я таких упаковок стирального порошка не видела. Самая маленькая упаковка стирального порошка, которую я видела в продаже в Израиле, была упаковка 2,5 килограмма. Также шампуни продаются в упаковке минимум 700 миллилитров. В принципе, это небольшая упаковка, но я не видела в продаже упаковки, например, 200 миллилитров. Такие, знаете, маленькие бутыльки, которые можно взять с собой куда-нибудь в путешествии. В общем, чем больше ты берешь, тем меньше ты платишь. А израильтяне не любят платить больше, поэтому просто маленькие упаковки, я думаю, не популярны в Израиле, и поэтому многие вещи в маленьких упаковках просто не производят. На сегодня это все, но обязательно будет третья часть этого видео, а может быть даже четвертая, так что не забывайте подписаться, чтобы не пропустить их. Если вам понравилось это видео, то ставьте пальчик вверх. Всем пока, до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok